Приветствую, друзья! С 1 сентября ученики старших классов начнут учиться по новому учебнику истории, учебнику Мединского. Мединский и ректор МГИМО Таркунов являются официальными авторами пособия. Но реально это учебник Путина, его инициатива, его техзадания, его нарративы. Полагаю, что должна быть единая концепция этого учебника, линейка этих учебников, которая показывала бы нам хронологию событий, их официальную оценку. Без официальной оценки не будет самого хребта понимания того, что происходило с нашей страной в течение прошлых столетий и прошлых десятилетий. Для чего Путину понадобился собственный безальтернативный учебник истории? С одной стороны, это попытка промывки мозгов молодежи. Мол, для старшего поколения есть Киселев в Соловьевом, ну, а молодежь телек нынче не смотрит. Давайте через учебники зацепим. Я не верю в успех этой попытки. Много ли вы помните из школьного учебника истории? Ну, даты Первой и Второй мировых войн, скорее всего, назовут все. Но многие, наверное, перепутают Вторую мировую, которая началась в 1939 году, и Великую Отечественную, которая стартовала 22 июня 1941 года. Вряд ли кто ошибется в дате революции. Скорее всего, большинство правильно ответит на вопрос, в каком году случилась Отечественная война 1812 года. Но вот дату отмены крепостного права, восстания декабристов или мифологического ледового побоища мало кто назовет правильно. Да и вообще, большинство исторических событий мы знаем не по учебникам, а по фильмам и книгам. Тогда почему вообще этот учебник выходит и ему уделяется столько внимания? Знаете, вот открываю некоторые учебники школьные. С удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. То пишет, то пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. Да потому что он совсем не про историю. Он про настоящее. И чуть-чуть про будущее. Через этот учебник путинский режим осмысляет себя. Легитимизирует и рисует свой желаемый образ. А главное, пытается оправдать всю бездарность своего правления и его многочисленные преступления. Владимир Путин уже совсем не молодой человек. Его политический век явно идет к закату. И время подводить итоги и жизни, и правления. И если взять сухие факты, то итоги выглядят так себе. Несмотря на долгий период высоких цен на нефть, в стране уже 10 лет нет экономического роста. Причина – запредельная коррупция самого Путина, его окружение, некомпетентность, непонимание современного мира и так далее. Ради сохранения личной власти разрушена сама структура государства и вся правовая система страны. Законов больше нет, государственные функции делегированы бандитам, где границы страны – непонятно. Масштабы репрессий уступают только сталинским временам. Да и то по абсолютному количеству жертв, а вот сроки уже сопоставимые. Да и смертные приговоры уже есть, хотя пока и неофициальные. Мы достоверно знаем, что президент страны Владимир Путин является не только крупным коррупционером и казнокрадом, но и заказчиком ряда политических убийств, организатором или пособником ряда военных преступлений. Россия выкинута из многих международных институтов, из систем кооперации. Против страны введены удушающие и унизительные санкции. Вчерашние младшие партнеры – Китай, Индия, Турция – теперь диктуют свою волю. И, наконец, самое главное. Путин устроил самую большую за 80 лет войну в Европе, на которой за полтора года погибли или были ранены уже полмиллиона военных из Украины и России. А еще погибли десятки тысяч мирных украинских граждан. Только подтвержденные потери среди мирных жителей, по данным ООН, составили 9,5 тысяч человек. Среди них 545 детей. Так себе результаты. Перефразируя известное высказывание, Путин принял страну членом Ж-8, а оставил, хотя, к сожалению, еще не оставил, изгоем беспризнанных государственных границ. Ему очень нужно оправдаться. За свои чудовищные преступления, за просчеты, за несоответствие занимаемому положению. Именно для этого Путину нужен единый, обязательный и написанный под его диктовку учебник. Этот учебник – это личная речь Путина для суда и истории, а может быть и для ГАГского трибунала. Речь, в которой он старается оправдаться. Вот давайте посмотрим, как он пытается это сделать. Главный вопрос, который в интересах Путина пытаются разрешить авторы учебника – это ради чего? Во имя чего Путин цепляется за президентский пост уже больше 20 лет? Ради чего узурпирует власть? Ради чего проводит репрессии? Ради чего развязал войну? Ради чего граждане живут плохо и недолго? Есть честный ответ на эти вопросы. Ради личных путинских страхов, комплексов и желаний. Но такой ответ вряд ли устроит суд истории и точно не смягчит трибунал в ГАГе. Поэтому авторы учебника ищут для оправдания Путина большую цель. Даже великую. Учебник подспудно проводит линию, что такой целью является восстановление СССР. Открывается учебник знаменитой цитаты Путина про геополитическую катастрофу. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. По версии авторов послевоенной СССР, был прекрасной страной. И несмотря на небольшие кризисные явления в 70-х, развалился исключительно из-за некомпетентности одного человека, Михаила Горбачева. Учебник явно внедряет нарратив. Путин восстанавливает большую страну, а для такой цели все средства хороши, поэтому судить его ни за что нельзя. Проблема в том, что в реальности Путин разваливает то, что осталось от большой страны. Разваливает еще больше. А выбор средств обусловлен не величием цели, а некомпетентностью и отсутствием всякой морали. Хорошо. Великая цель есть. Восстановление СССР. Собирателем земель назначен Путин. Тогда почему нет результата? Вернее, есть, но обратный. Когда Путин пришел к власти, в России не было противостояния на границах. Теперь около 2000 километров граница с враждебными государствами. А еще больше тысячи с не очень дружественными. Ездить к соседям могли мы без проблем, а теперь без проблем можем не ездить. Почему же так? Все дело в том, что есть у страны могущественный враг. Это Запад. Враг этот появился не вчера, а свои коварные планы он вынашивает не первый век. Этот враг мешает Путину добиться полного и окончательного успеха. Ведь главная цель Запада, ради которой он вообще появился на карте мира, это развал России, а до этого СССР. Операция НАТО против Милошевича, по мнению авторов учебника, это не что иное, как тренировка по разделу нашей страны. А еще Запад цинично обрушил на СССР свободу слова, а советское общество иммунитета к информации не имело. А еще Запад, вы не поверите, цитирую, потратил огромные суммы на подготовку специальных образовательных программ по истории, чтобы перезагрузить нам мозги. Авторы точно про Запад, не про себя. Мы вроде бы читаем учебник по истории России, но буквально на каждой странице США и Запад. На 447 страниц больше 400 упоминаний США, больше 200 Запада и еще около 70 НАТО. Этот враг настолько коварен, что даже когда наше государство делает какие-то плохие вещи, то оно делает это вынужденно, под влиянием Запада. Вот в 1948-49 году СССР устроил тотальную блокаду Западного Берлина. По мнению авторов учебника, вынужденная мера. Ну а что, попытка уморить жителей Западного Берлина голодом, адекватный и вынужденный ответ на введение ими отдельной валюты. Запад устроил войну в Корее, хотя боевые действия начал союзник СССР Ким Ир Сен. СССР вторгся в Афганистан, но виноват, конечно, Запад. За Карибский кризис тоже несет ответственность Запад. Послевоенные репрессии в СССР тоже Запад. Запад начал настаивать на соблюдении прав человека, в кавычках, и тем самым похоронил разрядку. Если верить авторам учебника, ввод советских войск для подавления восстаний в Венгрии и Чехословакии, и то спровоцировал Запад. Неудивительно, что война 2008 года в Грузии, агрессия на востоке Украины в 2014 году, война 2022 года продолжают эту линию. Все они были ответом на провокации Запада. В общем, враг силен и коварен. Борьба с ним требует несменяемого руководства, отнимает очень много сил. Поэтому не время, товарищ, спрашивать власти за совершенные преступления и низкий уровень жизни. Ни тогда, ни сейчас. Ну а кто сомневается в этом, тот, конечно, ставленник этого самого врага. Путину ужасно мешает оппозиция. И критика с ее стороны, и необходимость постоянно оправдываться за репрессии. С одной стороны, оппозицию надо искоренять, а для этого сажать ее представителей в тюрьму. Желательно на подольше. С другой стороны, ситуация, когда реализацию конституционных прав на свободу слова, совести и собраний приравнивают к экстремизму и госизмене, ну вот она начинает вызывать какие-то вопросы. В общем, авторы учебника пытаются оправдать преследование несогласных через исторические корни. Диссидентов плотно опекал Запад. А поэтому их деятельность находилась в поле зрения органов государственной безопасности. Это было важно и с учетом нарастания угрозы терроризма, ставшей серьезной проблемой за рубежом. Отдельные его проявления, хотя очень редкие, появились и в СССР. Авторы учебника в одном коротком абзаце поставили рядом диссидентов и терроризм. Даже советские органы госбезопасности спросили бы, а какая здесь связь? В СССР диссидентов, конечно, преследовали, но в терроризме не обвиняли. Связь между советскими диссидентами и терроризмом все-таки есть. Путин, который сажает нынешних диссидентов именно за экстремизм и терроризм, ему обязательно надо найти оправдание в истории и внушить всем, что диссиденты это что-то такое рядом с терроризмом. Одним из самых тяжелых обвинений в адрес Путина будут обвинения в преступлениях против украинского народа. Геноцид, насильственное удержание перемещения детей, депортации и тому подобное. Отвертеться от фактов никак не удастся. Слишком хорошо все задокументировано в наш век цифровых гаджетов и цифровых носителей. Если невозможно отрицать факт, то ему нужно придумать какое-нибудь оправдывающее объяснение. И уж точно нельзя давать негативную оценку очевидным историческим аналогиям. Поэтому перед авторами стояла задача оправдать любые репрессии советской власти, подобные нынешние. Такая рамка задана заказчикам. Надо как-то показать, что сегодня, совершая преступление, Путин спасает страну. В итоге некоторые разделы учебника написаны с особым цинизмом. Складывается ощущение, что писали просто какие-то людоеды. Вот, например, так пишут про депортации. Еще в годы войны на территорию республик Средней Азии были депортированы крымские татары, ряд народов Северного Кавказа и другие, обвиненные в пособничестве оккупантам. Их жизнь была очень тяжелой, хотя местные власти предпринимали максимум усилий, чтобы наладить их питание и быт. В реальности этих людей просто высаживали из вагонов в степи, где вообще не было никакой власти. Депортировали больше 600 тысяч чеченцев и ингушей, почти полмиллиона поволжских немцев, 180 тысяч крымских татар. Погиб каждый четвертый чеченец и ингуш. В некоторых местах, куда переселяли поволжских немцев, на тяжелых работах гибли больше 40% переселенцев. Это рукотворная трагедия, память о которой нужно сохранять, чтобы она не повторилась. И что об этом пишут мединские и его коллеги? Жизнь была тяжелой, но местные власти помогали наладить питание и быт. А почему они так пишут? Потому что ровно то же самое сейчас происходит на востоке Украины. Мы вас депортируем, жизнь будет тяжелой, но местные власти помогут наладить быт. Ничего экстраординарного, не подумайте, что геноцид – обычное течение жизни. Если перед учебником ставится задача оправдать путинский режим через переосмысление исторического нарратива и через искажение фактов, то Йосиф Сталин просто не может быть плохим. Действительно, как честно заметил научный директор военно-исторического общества Михаил Мехков, роль Сталина в новом учебнике будет объективно переосмысленна. Что значит объективно переосмысленно? Все просто. Палача и тирана больше нельзя называть палачом и тираном. Только полководцем, организатором Великой Победы и видным государственным деятелем. Ну и правда. А что этот учебник истории может еще предложить? Ведь деятельность Сталина – это просто бинго для этого учебника. С Западом воевал, империю расширял, экономику на военные рельсы переводил. Ну а что касается репрессий, развязывания ненужных в стране войн до и после Великой Отечественной войны, что касается уничтожения человеческого капитала, так это ровно то, что сейчас Путин делает. Поэтому только один выход – объективно переосмыслить. На протяжении всего учебника авторы явно позиционируют путинский режим как наследник СССР. Что, конечно, странно, поскольку такие поиски легитимности свойственны скорее монархиям. Впрочем, возможно, Путин уже себя так и ощущает. А раз он наследует Советскому Союзу, то все в СССР должно было быть хорошо. Даже то, что объективно было плохо. Ну, например, потребительская экономика. Тем более, что путинской России с экономикой и уровнем жизни тоже уже не все слишком ладно. Вообще, нищета, дефицит, низкое качество элементарных потребительских товаров очевидны всем, кто застал Советский Союз. Эти проблемы увековечены в фильмах, в книгах, в анекдотах. Вот как можно выкрутиться из этой ситуации? Но, по мнению авторов учебника, это просто граждане попались на коварную западную пропаганду. Почему? Потому что сравнивая свою жизнь не с реальной жизнью простых людей, а с образом, который создавался иностранным кино и рекламными журналами. По логике Мединского, простые люди на Западе жили примерно как в СССР. А хорошие автомобили, рестораны и магазины, полки которых были заполнены товарами, существовали исключительно на киностудиях. Причем фильмы с использованием этого реквизита снимались исключительно для того, чтобы промыть неогрепшие мозги советских граждан. Вот возникает неизбежный вопрос. А почему же тогда партноменклатура так дралась за путевки и командировки в капстраны? Чтобы что, лично убедиться, что нет никаких магазинов, ресторанов, автомобилей, красивой мебели и одежды? Что все это существует только в рекламных журналах? Ответ прост. Потому что СССР действительно очень сильно отставало от Запада по уровню жизни. Вот данные не из кино, не из рекламных журналов, а сухая статистика. В 1985 году на тысячу жителей СССР приходилось 45 личных автомобилей. А на тысячу жителей США 535. Причем автомобили отличались не только количеством, но и качеством. Не будем судить строго. Авторы на самом деле, конечно, пишут не про СССР, а про современную Россию. Да, у нас опять стало меньше потребительских товаров, чем у американцев и европейцев. Не всем москвичам это заметно, но остальной стране заметно. Зато путинская экономика обеспечивает стабильность, прямо как когда-то советская. Ну, вообще весь учебник писался ради одного самого важного раздела. Это раздел, посвященный так называемой спецоперации в Украине. Он прямо так и называется. Россия сегодня. То есть напрямую говорит, что полностью состоит из пересказа программ этого информационного агентства, а также его руководителей Дмитрия Киселева и Маргарита Симаян. И, конечно, их коллег по пропагандистскому церкву. Разбирать эти наслоения бреда про украинских нацистов, несоблюдения минских договоренностей, западных кукловодов и прочее, не хочется, да и незачем. Отмечу главное. Путинский концепт оправдания за агрессивную войну, массовые убийства, в том числе мирных жителей, разрушения соседней страны, отдает параноидальным абсурдам и шизофрении. Главу СВО открывает цитата Путина о том, что мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. То есть натурально. Не мы напали, а на нас. Путин вторгся на территорию другого государства и аннексировал его земли, но это освободительная война. Это уже больше похоже не на Оруэлла, а на Кащенко. Возможно, это сознательная позиция, чтобы потом на суде апеллировать к невменяемости. Ну, Медведев ее отлично отыгрывает. Потому что без облучающей пропаганды поверить в такие оправдания, конечно, невозможно. В этом видео я объясняю, что скрывает учебник истории Меденского. Как вы уже видели, он скрывает честные оценки исторических событий ради оправдания преступлений и ошибок путинского режима. Но иногда этот учебник просто скрывает факты, как таковые. Вот было в реальности событие, а в учебнике его нет. Просто пустота, белое пятно истории. Вот несколько событий, которые столь неудобны для путинской мифологии, что даже человек с гутаперчивой совестью, как Мединский, не сумел придумать им устраивающее объяснение. В учебнике много внимания уделяется спортивным победам СССР. Важной частью советского доминирования в спорте были шахматы. Отечественные чемпионы мира по шахматам в учебнике почему-то начинаются с 1948 года, а заканчиваются в 1985-м. Последнему советскому чемпиону по версии Мединского Анатолию Карпову даже посвятили отдельную плашку, где по-детски ошиблись в почете лет. Но это не так важно. Хочется спросить авторов, а вы никого не забыли? Имя Гарри Каспарова вам ничего не говорит? Вообще-то он был общепризнанным чемпионом мира с 1985 по 1993 год и считался одним из самых великих шахматистов в истории. И свои титулы он зарабатывал под нашим флагом. Не смогли придумать объяснение, почему же легенда отечественных шахмат является самым последовательным оппонентом режима Путина? И что? Решили просто забыть? А еще в учебнике ничего не сказано про взрывы домов в Москве в 1999 году. Что, неловко вспоминать? Могут возникнуть неудобные вопросы про удачный для Путина тайминг терактов? В учебнике нет ни слова про катастрофу с подлодкой Курск. Почти не упомянут захват школы в Бесслане, отсутствует убийство Бориса Немцова, нет информации про массовые протесты 2011-2012 годов. Эти пробелы в истории говорят об авторах и заказчиках не меньше, чем неадекватные оценки и прямые фальсификации. Этот учебник переписывает историю в обосновании несменяемого путинского управления и прячет все, что не может переписать. Поэтому это единый учебник. То есть не допускается какой-то альтернативы, какого-то иного взгляда на историю России, да и всего мира. Одна власть, один учебник. Есть только один взгляд, остальные неправильные, а то и уголовно наказуемы. Власть нельзя поменять, и никакого другого учебника у школьников быть не должно. В этом на самом деле, конечно, проявляется страх конкуренции. Искусственное ограничение выбора, что в политике, что в образовании, это всегда боязнь альтернативы. Учебник должен быть единственным, чтобы никто не мог сравнить кремлевские нарративы с какими-то другими. Сравнить и выбрать не кремлевский. А у власти не должно быть оппозиции, а то вдруг в ситуации выбора народ выберет не тех, кто в Кремле. Отсутствие конкуренции всегда плохо заканчивается. Если у вас нет конкуренции в производстве, то качество продукции падает. Нет конкуренции в торговле, цены растут. Неконкурентная политика, и к власти приходят казнокрады, жулики, проходимцы и временщики. А люди начинают жить хуже и беднее. Но глядя на то, насколько в торопях и некачественно делался этот учебник, понимаешь, что ни путинский режим, ни взгляд мединского на историю долго не продержатся. И то, и другое халтура, а значит, явление временное. Счастливо вам! Многие автократы пытались переписать историю, но история всех расставила по местам. Многие автократы пытались переписать историю, но история всех расставила по местам. Счастливо вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова